Понятие социального предпринимателя и социального предприятия в законе появилось в июле прошлого года. Претендовать на этот статус могут компании малого и среднего бизнеса, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем. В марте этого года в Хабаровском крае предприниматели впервые в России официально получили статус социальных предприятий. Включение в реестр в регионе проводилось в два этапа. С начала года в список вошли 42 организации, которые оказывают население услуги в сфере образования, медицины, бытового обслуживания, а также поддержки граждан из категории социально уязвимых. На прошлой неделе 19 организаций пополнили число социальных. Большинство работает в Хабаровске. По данным регионального министерства инвестиционного развития и предпринимательства, на рассмотрение поступило 15 заявок от социальных бизнесменов в краевом центре. Две из Эльбана, по одной из Комсомольска, на Амуре, Бикино и Сила ДРГА, и также поселка Тополево. В их числе есть учреждение, которое обеспечивает занятость граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Это компания по производству хлеба и мучных кондитерских изделий. Другие компании из списка социальных предприятий оказывают услуги частного детского сада, организации детских и спортивных праздников, подготовки детей к школе, услуги логопеда, а также работа над всесторонним развитием детей при помощи современных методик. Уже в текущем году социальные предприятия отнесены к приоритетной группе при получении господдержки, предоставляемой Центром оказания услуг «Мой бизнес». Подробнее об особенностях и преимуществах социального предпринимательства поговорим с Ксенией Бажок, руководителем Центра инноваций в социальной сфере, Центра оказания услуг «Мой бизнес». Ксения, доброе утро. Доброе утро. Помогите нам разобраться, кто вообще может считаться социальным предпринимателем? Есть четыре категории, по которым предприятие может получить этот статус. Первая категория, о чем вы говорили до этого, это трудоустройство социально уязвимых категорий. Это люди с инвалидностью, это одинокие многодетные родители, это пенсионный, предпенсионный возраст. Всего их 19 таких категорий. Если на предприятии трудоустроена половина из сотрудников именно социально незащищенных, и при этом очень важный момент, что деятельность должна вестись в предшествующем году, то есть в 20-м году получили статус те предприятия, которые в 19-м уже работали. Первая категория – трудоустроили социально уязвимые категории. Второй способ, метод получить этот статус – это реализовывать товары и услуги, которые производят люди из социально незащищенных категорий. Например, всего одно предприятие в Хабаровском крае имеет такой статус. То есть как раз-таки это реализация товаров, которые производят социально незащищенные категории. Третье – это предоставление услуг социально незащищенным категориям. Таких тоже не так много в Хабаровском крае, как и в принципе по России. И самая такая многочисленная категория – это четвертая. Четвертая – это как раз-таки деятельность дошкольного дополнительного образования. Это спортивные учреждения, частные спортивные учреждения. Ну и надо сказать, что такой статус могут получить только именно субъект малого и среднего предпринимательства. То есть до того, как закон приняли, очень сложно было определить, кто все-таки является социальным предпринимателем. То есть и некоммерческие организации, благотворительные фонды, которые вели предпринимательскую деятельность, они могли так называться. Сегодня же именно статус, получить официальный статус могут только субъекты малого и среднего предпринимательства, предприниматели, индивидуальные предприниматели, либо ООО. Вот насколько нам известно, два учреждения не смогли получить данный статус из-за несоответствия требований. Вот что это за несоответствия такие? Ну смотрите, требования определены Минэкономразвития России, и они достаточно понятны. Одно из требований – это присутствие как раз-таки этой организации, которая на статус претендует в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Это тот самый реестр, который сегодня обязательные условия для получения поддержки. То есть в реестре организация присутствует, если вовремя сдает отчетность, то есть налоговая его туда включает и не убирает. Ксения, вот такой вопрос. Чем выгодно для предпринимателя получить статус социального предпринимателя? Ну то есть с одной стороны, вроде бы все то, что делает обычный малый и средний бизнес, оно все указано. То есть, наверное, какие-то налоговые льготы, может какие-то другие? О налоговых льготах речь пока только ведется, потому что всего год прошел от принятия закона. Это достаточно мало для того, чтобы разработать конкретные налоговые льготы, для того, чтобы это посчитать. И действительно найти средства. Потому что федеральное законодательство рекомендует региональному бюджету буквально найти у себя ресурсы, это все сделать. То есть регион может предоставлять разные услуги. Мы как центр оказания услуг «Мой бизнес» действительно социальных предпринимателей в приоритетную историю выбираем. Это и отдельные меры поддержки, это отдельная образовательная поддержка, это консультационная поддержка. И более того, сегодня можно сказать о том, что скоро у нас запускается популяризация именно социальных предпринимателей. Это будет отдельная мера поддержки только для тех, кто в реестре. То есть, конечно, сегодня имущественная поддержка, которая оказывается профильными министерствами, это все тоже существует. Вот об этом обо всем подробно можно узнать, если обратиться к нам. То есть мы стараемся аккумулировать такую информацию и ее уже передавать социальным предпринимателям, для того, чтобы они понимали, где что возможно. Ксения, какие формы ведения деятельности подходят под статус социального предпринимательства? Да, ну вот то, о чем я сказала, что именно коммерческая организация, что некоммерческие организации, которые имеют право вести предпринимательскую деятельность по законодательству имеют право, но именно статус получить не могут. То есть сегодня статус могут получить только субъекты малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют четырем критериям, они не есть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ну, пока так. То есть понимая при этом, что те меры поддержки, которые существуют для социальных предприятий, они рассчитаны именно на коммерческие организации. Некоммерческие организации же, это немножко другая теперь история, немножко другие меры поддержки. А существуют ли какие-то особенности деятельности организации в сфере социального предпринимательства? Ну, конечно, конечно. Существует много мифов и много, в принципе, знаешь, заблуждений определенных, в том числе, что социальное предпринимательство – это вообще про благотворительность. То есть это такая достаточно сложная сейчас история, с которой мы в том числе боремся, потому что это не совсем про благотворительность, это предпринимательская деятельность. И нормально зарабатывать деньги, являясь социальным предприятием. Но просто вы трудоустраиваете социально уязвимые категории, которые действительно нуждаются в этом, либо производите товары, работы, услуги или предоставляете услуги населению. То есть это вот, но деньги вы зарабатываете, имеете право, это очень важно, о чем мы всегда говорим социальным предпринимателям. Если остались вопросы у человека, куда он может обратиться? Он может обратиться на горячую линию моего бизнеса, Центр оказания услуг «Мой бизнес» 8 800 3 5 39 09, либо прийти к нам на Запарина 51 в Хабаровске. У нас есть сайт, на котором есть отдельный большой раздел о социальном предпринимательстве, где мы с радостью консультируем любого, кому интересна эта тема. Ксения, вам большое спасибо, что пришли к нам в студию, помогли во всем разобраться. У нас в студии была Ксения Бажок, руководитель Центра инноваций в социальной сфере Центра оказания услуг «Мой бизнес».